Почти 200 староаскольских школьников учатся в профильных медицинских классах. Они открыты в семи учебных заведениях. Единый урок оказания первой помощи объединил все школы России, в которых действуют медклассы. Под руководством опытных врачей их будущие коллеги закрепили теоретические знания и практические навыки правил оказания первой помощи. Наш следующий репортаж из 28-й школы, где действуют сразу три медкласса. В 28-й школе всероссийский урок начали с повторения теории по оказанию первой помощи. Затем ребят разделили на три команды. На каждый вопрос теста на знание правил оказания первой помощи у школьников было всего 20 секунд, как и при реальном спасении жизни человека, где счет идет также на секунды. Третья команда. Что такое первая помощь? Комплексные предприятия, направленные на поддержание жизнедеятельности человека, страдавшего до приезда специалистов. Анна Пешкова, ученица 11-го Б-класса, признается, что знала ответы практически на все вопросы благодаря медицинскому классу. Врачом она мечтает стать еще с детского сада. В семье есть люди, у которых проблемы со здоровьем, и хотелось бы как-то облегчить их жизнь в будущем. Поэтому я решила связать свою жизнь с этой профессией. Никита Самофалов, ученик 10-го класса, тоже признается, что выбрал медицинский класс по веской причине. Я болею с сахарным диабетом, и мне с детства интересна медицина как наука. Я доктором с детства хочу стать. Каким бы доктором ты хотел стать? Ну, вероятнее всего, хирургом. В практической части занятия будущие медработники тренировались переводить условного пострадавшего в устойчивое боковое положение. Садимся на колени перед человеком. Ближнюю руку мы на 90 градусов от тела. Дальнюю руку берем и обратной стороной ладошки прикладываем к щеке. Дальше мы берем и подтягиваем колено, сгибаем так, чтобы была опора. И переворачиваем человека за колено и за локоть. На себя. После этого аккуратно запрокидываем голову и подтягиваем ногу. Урок у старшеклассников 28-й школы провела старший врач скорой помощи Марина Александрова. Медик с 19-летним стажем подчеркнула, что именно устойчивое боковое положение при оказании помощи человеку в бессознательном состоянии является действительно эффективным. Если человек вызывает, что там, например, мужчина лежит без сознания, предположительно, то диспетчера, как правило, что говорят? Уложите его в устойчивое боковое положение, если вы знаете, как это сделать. Данное положение пострадавшего позволяет, чтобы пострадавшего не случилось за падение языка, аспирация рвотными массами. И при данном устойчивом положении, если вдруг даже начнется рвота у пострадавшего в бессознательном состоянии, он не захлебнется своими рвотными массами, так легче наблюдать за пострадавшим. По словам Марины Александровой, старшеклассники 28-й школы, выбравшие обучение в медицинском классе, показали хорошие теоретические знания и на пятерку отработали полезный практический навык. Уроки первой медпомощи планируется проводить регулярно.